приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала перед просмотром ставьте лайк подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик вор в законе тема сухумский умер в стамбуле как стало известно прайм-крайм в пятницу 30 августа 2024 года в стамбуле на 53 году ушел из жизни бывший вор в законе тимур гвасалия более известный в криминальной среде как маколя или тема сухумский до того как стать вором в 2013 году тема отсидел два срока за разбой в москве по советскому и российскому ука в совокупности 18 с половиной лет в течение второго срока дважды раскручивался на тюремный режим был в крытых верхнеуральской владимира освободился из дубровлага где был рядом с евой кахой и гансом в возрасте 41 года маколя вернулся на родину где и вошел в семью благодаря опакили и его друзьям мамула и хажби будучи грузином в сухуме тема так и не смог найти общего языка с местными абхазцами вызывая его молодыми крестниками которые в 2017 году избив оставили не ворами и тема и его приятеля динрида вынужденный отъезд тема из сухуми хоть ненадолго но продлил ему жизнь потому что оставшийся там динрид в прошлом году был расстрелян по словам родных в 2019 году у тема диагностировали рак легких которые он по обыкновению обезболивал знакомым ему с юных лет грузинским лекарством как уголовный авторитет отказался от коронации сотрудники колонии номер 10 мордовского дубровлага сумели перевоспитать одного из авторитетов уголовного мира известный в криминальной среде тимур сухумский официально признал что только администрация колонии имеет право решать вопросы жизнедеятельности осужденных как сообщил начальник пресс-службы учреждения жиха 385 геннадий вотрин тимур сухумский был неоднократно судим в 2001 году районный суд москвы приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии особого режима он был осужден за незаконное хранение наркотических веществ огнестрельного оружия поделку документов и использование заведомо подложного документа тимур сухумский прибыл в дубровлаг в апреле прошлого года в лечебно исправительную колонию номер 19 поселок леплей в личном деле характеризовался отрицательно жесток агрессивен между тем в приватных беседах неоднократно заявлял что с детских лет мечтал стать вором в законе вся его родня утверждал он крепко связано с воровским миром и живет по воровским традициям по достоверным сведениям сухумский в ближайшее время должен был быть коронован все данные к этому у него на лицо умный хитрый дерзкий хороший организатор беспощадный в реализации планов с первых дней пребывания в колонии уголовник решил навести на зоне новые порядки мордовские колонии всегда считались в воровской среде красной зоной здесь исключалось правление различного рода паханов и смотрящих сухумский считая себя достойным стать коронованным вором решил изменить положение и начал подстрекать осужденных к массовым отказом от работы в августе прошлого года состоялась попытка организовать групповое неповиновение администрации колонии осужденных лечебно исправительного учреждения в котором по болезни находился сухумский рассказал геннадий вотлин нашлись люди которые поверили в его планы направленные на создание лучшей жизни в неволе сухумский хотел дестабилизировать жизнь и деятельность колонии и на этом фоне добиться в администрации признания смотрящих за производством отрядами столовой банно-прачечным комплексом и так далее себе естественно сухумский отводил роль смотрящего пахана всей зоны с которым администрация решала бы все ключевые жизненно важные вопросы жизни и деятельности осужденных инцидент был исчерпан с переводом лидера в другую колонию где ему и надлежало отбывать наказание тимур был этапирован в к 10 особого режима где по данным пресс-службы жиха 385 с несостоявшимся смотрящим была проведена воспитательная разъяснительная работа благодаря которой осужденный отказался от своей мечты короноваться как сообщили в учреждении жиха 385 в результате тимур написал заявление о том что он отказывается от традиций воровских и поддержания отрицательных групп лиц и обязуется выполнять требования администрации так закончилась казалось бы блестящая карьера будущего вора в законе по мнению работников дубровлага теперь для уголовного мира сухумский отработанный материал опасаясь что эта история может иметь для зэка определенные последствия администрация колонии категорически отказалась назвать фамилию перевоспитавшегося вора ограничившись лишь его кличкой сухумский как вор в законе тема гвасалия был оправдан по всем обвинениям на тот момент по возрасту 42-летний вор в законе тимуре гвасалия более известный в криминальных кругах как тема сухумский был оправдан городским судом зугдиде по всем обвинениям и освобожден из зала суда говорят снисхождение судьи было вызвано действительно плачевным состоянием здоровья подсудимого которое не оставило сомнений даже у полицейских напомним тема гвасалия был задержан 14 мая в селе рухи после перехода грузии на абхазской границы вдобавок наркотиком изъятым при задержании ему было предъявлено обвинение в принадлежности к воровскому миру по нашим данным в грузии тема собирался пройти курс лечения от хронического дерматоза однако из-за непредвиденных волнений связанных с арестом только усугубил протекание болезни по всем прогнозам гвасалия светил немалый срок однако адвокату удалось доказать на суде его непричастность к наркотикам ввиду того что тема никогда не проявлял себя на территории грузии как вор его отношение к воровскому миру также не нашло подтверждения в результате оправдательный приговор по его делу на сегодняшний день стал в грузии беспрецедентным по этому случаю вчера сухуми тема был оказан торжественный прием между тем воровская корона тема гвасалия стала предметом обсуждения далеко за пределами зугдитского суда по нашим данным несмотря на признание его ворами находящимися в сизо 7 белиси в начале июля еще будучи в заключении в греции в легитимности гвасалия усомнился лаше шушинашвили он якобы звонил в москву шакры интересовался кто делал к тема подход намекая на имеющиеся вопросы и к нему и к тем кто к нему подходил после этого один из инициаторов тема боря опакила отдельно подтвердил полномочия своего крестника и москве и греции а шакра ответил лаше что он сможет задать свои вопросы тема когда тот освободится тема узнав о претензиях лаше как отъявленный лагерник якобы при встрече пообещал перегрызть ему горло по всей видимости ни лаше ни сам тема не предполагали что уже так скоро им представится возможность пойти дальше своих слов грузинские правоохранители задержали вора в законе сотрудники краевого управления сами грелозема с ванете департамента центральной криминальной полиции мвд и контртеррористического центра в селе рухи задержали вора в законе и обвиняемого в приобретении хранения наркотического вещества осужденного в прошлом за разбой и разные тяжкие преступления тимура г 1972 года рождения следствием установлено что тимур г прибыл с территории оккупированной абхазии во ходе личного досмотра у задержанного обнаружено наркотическое средство наркологическая проверка установила факт потребления наркотика группы опиумных тимур г признает принадлежность ворам в законе ведется следствие по факту принадлежности воровскому миру и приобретение хранения наркотического вещества по части 2 статьи прима 223 ука и части 1 статьи 260 ука грузии как вора в законе криминального авторитета выслали из мордовии в абхазию оперативники главного управления мвд по приволжскому федеральному округу совместно с сотрудниками федеральной миграционной службы депортировали из республики мордовия криминального авторитета тимура гласалия как сообщает пресс-служба гу мвд по пфо 41-летнего уроженца сухуми криминального авторитета в ранге стремящегося человек претендующий на статус вора в законе твердый знак оперативники и сотрудники фмс встретили у ворот и к 18 зубово полянского района республики где тимур гласалия отбывал 12-летний срок заключения после этого его доставили в спецприемник откуда по решению суда как не имеющие российского гражданства был выслан на родину в абхазию по данным гу мвд по пфо впервые тимур гласалия за разбой был осужден на 6 лет в 1992 году второй раз в москве в 2001 году по 7 статьям у к рф в том числе за разбой рэкет незаконное хранение оружия и наркотиков как в сухуми был задержан вор в законе тимур гласалия в сухуми сотрудниками ур мвд пора в одном из ресторанов был задержан на тот момент по возрасту 42-летний вор в законе тимур гласалия известный в криминальном мире как тема сухумский тимур гласалия очень хорошо известен в криминальном мире россии и стран снг зарекомендовал себя ярым борцом за воровскую идею имеет непререкаемые авторитет и уважение в криминальном мире был коронован в начале декабря прошлого года с благословения таких воров как валико джи джея вальтер георгия угла в этаке ираклия каличавы и кахуту первый раз был осужден в 1992 году за разбой на шесть лет и в 2001 году в москве по семи статьям у к рф в том числе за разбой рэкет незаконное хранение оружия и наркотиков летом прошлого года тимур освободился языка 18 зубово полянского района республики мордовия после 12-летнего заключения на выходе из ворот колонии его встречали оперативники гу мвд рф ппфо и сотрудники федеральной миграционной службы решение о депортации тимура по окончании срока было принято судом в связи с тем что он не имеет российского гражданства тимур был доставлен в спецприемник а после из аэропорта нижний новгород выслан на родину в абхазию не секрет что на протяжении долгого времени абхазия служила тихой гаванью для целого ряда российских воров в законе в той или иной степени желавших выпасть из поля зрения правоохранительных органов и вот сравнительно недавно начальником территориальных отделов милиции поручили разработать комплекс специальных мероприятий направленных на выявление и привлечение к ответственности лидеров активных участников организованных преступных групп а также на пресечение деятельности воров в законе и смотрящих знаменитых